ну что вчерашний пробежка накрылась медным тазом вернее запись пробежки поэтому сегодня я решил дорогие друзья записать еще раз пробежку заодно протестировать камеру буду снимать 1080 о нет 4k 25 кадров с высокой стабилизацией но не самой высокой без горизонта посмотрим что выйдет из этого 4k да вроде так то что я сейчас вижу нормально а если пробежать вы тоже ничего снег выпал сегодня ночью 1 ничего себе красотища ну до этого что-то паломами лежал падал совсем чуть-чуть прям две-три снежинки а сейчас прям лежит снег ваще крусть крутецкая что посмотрим как он набег реагирует я конечно так не буду никогда делать но тем не менее нормально зима началась на машинах снег а клен не сдается откуда столько силы когда тебе листья то еще он прям зеленые зеленые посмотрим как она себя ведет на низких температурах сейчас ноль градусов а это местный машина рынок только открывается к сожалению 2 грегель маска плюс сертификат о том что выздоровел или болел смотрите какая детальность ничего себе нарисовали видишь столько работы класс вот так старая граница с новым ничего нужно не возмущаться хорошо можно возмущаться кто-то хочет вот такой приятный закуток церковь рядом дом скорее всего принадлежащий церкви очень уютно построен интересно как вроде бы современные окна достаточно внизу видно что песчаник использовали для облицовки как интересно вообще закуток удивительно здесь стоит типично берлинская колонка для воды но это не питьевая вода иногда там есть вода иногда нету сейчас можно проверить обычно это зависит от стучать сейчас похоже нет либо глубоко очень она лежит качать надо за залегает водоков глубоко вода вот видите вот такой двор уютный совершенно непонятный совершенно разные эпохи строение строительство тут особенно мне нравится там рядом пустышечки такие опа очень уютно очень уютно и движение автомобильное здесь небольшое иногда остается вот такие красоты древесный уголь продавался здесь раньше следы былой красоты там красивый дворик это церковь никогда здесь не было подземной гараже по крайней мере бывшая церковь я вижу что письменный стол внутри какой-то стоит рабочий еще один уникальный дворик скоро отсюда уберут и построят здесь новый дом видите пустует место площадь под строительство при этом какой-то не очень переставрирован дом на это до военный тридцатых годов дом другой стороны мы видим тех кто никак не может успокоиться никак не могут успокоиться живот прекрасным сладком мире на халяву но не могут успокоиться а еще вот эти плиты они древние они реально очень древние они лежали еще до первой мировой войны в основном вот эти старые если их достать то они очень странной формы они вот такой треугольный уходит вниз под землю весь огромное огромное количество килограмм как и сегодня красноязычен извините вон такая мадам на доме это торш трасса очень важная улица берлинец который сейчас в следующем году уберут парковки для автомобилей и сделать велосипедные дорожки не знаю куда люди парковать автомобили будут унижение и издевательство продолжается со стороны нашего сената и зеленых конечно же тухольский страсса когда-то этот сош называется место когда-то я там играл концерт с группой за и битлз да да так и называлась группу за и битлз не приближаемся к центру берлина а ранее штрафа старый почтам долгие годы он стоял пустым сейчас очень делаю сделали внутри вот главный ход так и написано постам амд это по типу министерства то что в министерство по-русски хочет там вот это перминская синагога и и сожгли до второй мировой войны еще год точно не помню по-моему тридцать восьмом или тридцать седьмом самое удивительное что отреставрировали ее только в 90-х купол только тогда он в конце 90-х засиял до этого стояла сгоревшая ну внутри отреставрирована купол не делали очень дорого было самое известное место для фотографирования бода музеем все фотографы его отсюда фотографируют но достопримечательно здесь примечательно что это самый неудобный берлине мозг для пешеходов вернее один из самых неудобных смотрите что у него на углах причем с времен гдр баха ты не можешь перейти не на другую сторону не зайти сюда не туда тебе нужно обходить вот так вот так и так 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 вот так вот шпре речка или да это что сзади за нами в том направлении хафель там есть шлюзы и впереди есть шлюзы там тоже там вот как раз тоже шпрей течет дальше верли не дверики они через шлюзы соединены вода кстати чисто он ведь и лежит кусок ограждения парапет или не знаю как это закрывают пластиковая часть заграждение дорожная когда стройка до метра два воды может даже меньше ты только плоскодонные сюда ходят конечно буду музеем из-близи красиво сделано с любовью буточка кари ворс перлинский как красиво в каком живописном месте прям под мостом что-то есть поэтому он там живут по-моему бомжики очень кинематографично скажем здесь можно было хорошую сцену киношную запечатлеть это главный ход но к сожалению он закрыт данный момент перестраивается почему же многие-многие годы здесь канал строился очень долго очень красиво а вот здесь шиллер не не вижу там надпись там живет ангел меркель вот там наверху последних этажах прямо напротив этого музея на квартиру она не знаю кстати и это личная квартира может уже лично может снимает одна маленькая машинка полицейская только ее охраняет а вот сейчас мы перейдем к очень интересному историческому зданию это джейн джеймс симон галерии называется новый вход террасы и магазин что забыл рассказать про мамочку госпожу ангелу меркель наша что на звонке ее имени нету на звонке стоит имя ее мужа на всякий случай он тоже какой-то биохимик ученый человек и работающий достаточно усыпающих успевающий профессор помчал смотрите здание все разрешите но осколками и следами от выстрелов сюда попадали пули именно по этим окнам внизу не стреляли вот здесь ввелся прямо ожесточенный бой я вот людей всегда привожу сюда на экскурсию показать это место которое оставили специально в напоминании представляете вот по этому дому вон наверху видно что снаряд попадал осколки в разные стороны здесь фауз патронами какими-то либо крупнокалиберным пулеметом строчили сюда по песчанику как у нас сыпался судя по всему вот в это окно били видите сюда какая мощная прилетела штуковина сюда попадала отлетала там сидели внутри люди танка не подогнали если бы танковый стрелок все и погибали все залито кровью страхом и ужасом людей таким которым мы описать ощутить даже не можем хотя может быть они умирали уже без страха привыкли и вот оттуда ввелся бой с той стороны ввелся огонь еще неизвестно кто там сидел могли сидеть и русские ребята не русские имеются и советские солдаты либо немецкие которые тоже вполне возможно что неохотно и хотели воевать просто призвали иногда в основном в это окно там уже поменьше все сюда на этот угол на этот художественный рынок но он только начинает только открывается еще рано в основном кич конечно туристический но все равно приятно что такое есть в городе он существует уже десятилетия иголочки в горизонте видим перелинский собор это здание на Монтерден-Линден называется Манбахер его показывают очень часто в кино это что-то вроде мавзолея памятник напоминания о войне сюда возлагают венки как предупреждение нам чтобы мы не повторяли ошибок прошлого внутри сидит мать который оплакивает сына я не могу зайти вовнутрь потому что у охранника у меня нет маски меня не пустят это опера сзади находится горький театр это университет имени Гумбольта здесь два красивых памятника справа слева но на зиму их, конечно, закрывают закрыт вход сейчас там есть бесплатный туалет когда мы много гуляем мы заходим туда очень удобно вообще с туалетами в Берлине беда в рестораны надо идти и не каждый ресторан вас пустят и даже за деньги не пускают просто, говорю, только для посетителей у меня даже был случай, я сказал Машу не пускали я говорю, дайте стакан воды я хочу купить стакан воды она говорит, я вам не продам я говорю, хочу впустить женщину в туалет не продам и все я говорю, дайте книгу, жалоб, предложение и визитку она начала орать вон отсюда прикиньте ну, я написал, конечно, рецензию в гугл там библиотека и дальше сразу же государственная библиотека тоже каждый может прийти заявка и приходишь смотришь вот это место очень печальное это та самая площадь на которой жгли книги свободных авторов и непригодных системе писателей и поэтов критиков и мыслителей в том числе, конечно коммунистов евреев все вы видели эту хронику когда кидают книги в костер так вот это было здесь прямо около университета гумбольта это факультет юриспруденции юристиша факультет а вот это на мой взгляд один из лучших самых грустных памятников которые я видел вот здесь в книге вот они пустые полки все что останется если мы будем так себя вести видео а вот здесь одна сомнительная личность снималась в кино великого режиссера Пен Вендерса здесь снимали фильм вторую часть фильма Небо над Берлином So far away so close или далеко это близко так близко Inferno liegt zona по-немецки по-моему называется там на балконе не на балконе а в одной из комнат сидел Горбачев и рассуждал о смысле жизни о том что такое хорошо что такое плохо но там в принципе горлубные вещи которые абсолютно противоречили его действиям и поступкам опера вот так это все выглядит кстати камера сейчас не стартануло что-то начинается 69% вот так я выгляжу с этой камеры не стартануло с кнопки мигнуло и все будем надеяться что все это сохранится смотрите еще очередная церковь а это шпионское место как это разведка аусвертига сам главное разведственное управление а это самый старый может не самый старый но один из самых старых дубов берлина веточки мы попилили ухаживать за ним забор поставили чтобы лед на лодках не подплывали этот дуб пережил первую вторую мировую войну представляете есть фотографии гравюры которые подтверждают сзади находится новый музей национальный музей и на этом месте был дворец республик он был выполнен стекло из стекла и бетона достаточно красиво 70-х годов строение символическое там собирались депутаты ГДР но его снесли так как история неприятна многим пришли западники и снесли восточную память а это строительная академия имени Карла Фридриха Шинкеля но конечно же это место на котором хотели ее установить либо она была раньше вот остатки остались поставили пример уголок отстроили но дальше достраивать не стали не нашли инвесторов шлюзы видите это верхние шлюзы есть еще выше здесь корабли проходят объединяет спрей и хаффель даже на лодку сюда уже нельзя на частных потому что эта часть закрыта потому что это правительство и центр города а раньше можно было я помню еще времена когда можно было плавать на лодках на надувных хокшулев и музик берлин хан цель или что там написано я не вижу хан цель забыл не помню как называется точно редко я сталкиваюсь с этим зданием с его историей высшая школа музыкальных искусств телебашня на горизонте и ратуша телебашня сегодня в тумане и вот он музей шикарно отстроили строили не очень долго могут но это очень дорого поэтому современная архитектура редко бывает такой красоты вернее такого стиля давайте пройдемся внутри и посмотрим что там я там был единственный раз вчера давайте я выключу часы спортивные свои так то они мерят как будто я бегу очень медленно так ну что ж по-моему ничего почему не построил такую дачу себе известных всем нам человека нужно было хороших архитекторов позвать опа а внутри как интересно современное здание внутри старинного посмотрим сотрет в этот раз камеры или нет все что я записываю вчера стерло только я добежал до места где убили парня за то что он защищал девушку причем чужую камера все урезала посмотрим как будет сегодня может быть на тех же словах в том же месте не пропустят меня небесная цензура потому что я хотел там сказать что понаехавшие устраивают эти бесчинства все внутренние дворы неплохо какие молодцы размах скажи так это размах старая национальная галерея и берлинский дом и берлинский собор берлина дом берлинский собор к сожалению в лесах кумбольд форум направимся в Александр Плац самому опасному месту берлина и одному из самых опасных германии кстати хотел добавить забыл сказать что берлинский собор выше чем исаакиевский это только внешне кажется что он меньше за счет того что он стоит на площади вполне возможно что теряется кумбольд форум пристроен к музею видите как красиво очень странное решение оно символизирует прошлое классическое с настоящим современным еще один канал в принципе вот этот кусок это называется музейный остров это остров где мы того что были это большой остров ну и куда же без наших любимых родных кирло мырло кармальцев фидер хэнгерс это вовсе не муж и жена а 4 совершенно разных человека да не смесли спасибо историческая память растение хочу вам показать в Берлине много таких я видел смотрите колючки только на одной высоте на нем растут колючки а потом меньше и меньше тоже растут но меньше но в основном здесь они же нет весь в таких шипах я думаю что это защита от белок вот так дерево придумало хитрюга какая поставили колесо обострения опять в этом году но не знаю как много будет посетителей ох думаю мало когда-то здесь был огромный забор который шел до броненбургских ворот потому что строилась подземная ветка метро самая ненужная самая дорогая на данный момент по-моему в Европе даже в мире просто рестиж и вот эти плакаты прибивали мы наша фирма мы сделали дизайн первый был потом это уже не наш дизайн нужно приходить и когда вот на них вандализм был проверять какие записывать сначала обход делал записывал какие неправильные потом заказывали я ходил прибывал степлером ночью я решил почему нет чуть-чуть спорт но график дизайнер да но ничего они лежали там в ангарах в ангаре лежали эти плакаты и мы несколько человек потом я нанимал еще друзей платили им и фирма а у меня есть зарплата просто и прибивали до сих пор остались вот эти кусочки последние ужас но тем не менее для меня это история сейчас она закончится слава богу больше прервать не надо вот оборзение колесо как говорят дети но и приближаемся мы к ратушу красный сегодня башня в тумане совсем не видно вчера ничего но одна из самых старых церквей самая старая находится вот там николай фертель николай киркель ее шпили видно самая старая церковь берлина сохранившаяся высоту телебашни запомнить легко 365 память никакой хорошей строителю тапочках и в трениках почему в тапочках я не знаю но вообще здорово ну и конечно красный рад хаус там заседают бюрократы которые заводятся о собственной выгоде и достатке о собственном вовсе не о выгоде и не о достатке жителей берлина как это выясняется из года в год удивительно что они еще оставили здесь парковки ханука которую уже разбили какие-то вандалы ночью видите какая ситуация в стране и свечки залили это дети Меркель которых она вызвала сюда никто не чинит я думаю что ее роняли уже и затушили антисемиты это те которые приехали в 2014 году беженцы все они тусят вы там на Александр Клац как раз это я вам хотел рассказать что это самое опасное место в Берлине потому что там убивают друг друга в основном они и это хоть хорошо убивают друг друга но иногда и нападают на аборигенов коренных жителей любят тусить потому что бездельники на Александр Клац в этом парке и по ночам устраивают по ножовщину до огнестрельного оружия пока дело не дошло не могут его достать а это триумф скажем так восточной архитектуры там даже живет один наш знакомый там насквозь проходит длинный коридор на каждом этаже живут обыкновенные люди с другой стороны улицы сейчас не видно там точно такой же там тоже снималась сцена из фильма небо над Берлином второй части вот это все происходит около Радхауса да бесчинство взяли испортили Ханаку высказали свое отношение к евреям и к демократической Европе мультикультурные наши интернациональная культура так и плещет едут как говорится одни научные работники фахкрафт немецкие профессионалы видно как они работают вот здесь минимум раз в месяц кого-то убивают в основном друг друга на этой площади вон даже полиция дежурит не очень видно но стоит полицейская машина а на Александрплац с другой стороны этого здания где бойц проехал вообще построили полицейский участок настолько мощный здесь а вот люди стоят смотрят на памятник про который я вам рассказывал на этом месте парень заступился за девушку и его убили за это кто-то ставил свечку вчера но насколько я знаю я читал про эту историю сейчас переведу что произошло перевел французам они все смотрят на этот памятник дешевле жалко парня причем он был по-моему азиат какой-то китаец представляете или филиппинец видел что к девушке пристают арабы там я нашел статью я ничего против не имею но почему-то происходит почему-то они себя так ведут и он ее стал защищать зато за это был убит по полицейским статистикам преступность увеличилась раза в 4 ну в основном конечно между собой и вечерам надо быть аккуратней народная сцена театр очень провокационный современный вот это их значок фирменный логотип на самом деле это Ройберцук называется это рисуночек который рисовали грабители на домах чтобы другие знали что хозяева ушли или что здесь прошли по-моему или здесь прошлись или здесь были грабители вот что-то такое перекати поле или колесо такое укатило а это кинотеатр Вавилон Вавилон сейчас не буду пытаясь близко там люди тест сделали сейчас начнут ныть что это их фотографируют очень культовое место очень хорошее кино там показывают вообще такой рассадник культуры левый но в хорошем смысле слова рассадник там партия левых он Карликненштрас издательство там газеты дальше Юнга молодой мир левый причем таких еще но левые были другие чем сейчас раньше скажем это антифашистов было и очень социальных людей на самом деле общество раньше не общество а организации которые сейчас изменились и бездумно хотят одного как можно больше чтобы иностранцев приехало в Германию и открыть границы для всех нахлебников и бездельников это их цель так что все очень поменялось из хороших они превратились на самом деле в очень сомнительных личностей которые могут конечно привести их идеология может привести к краху Германии вообще как таковой превратиться в третий мир елочные базары открылись 100-130 сантиметров 15 евро елочка это памятник вернее часть памятника потому что одну часть забрали изобретатели у каменного каменной печати я даже не могу прочитать разрушить разрушается памятник сильно интересно что детишки смотрят в зеркальце вот он смотрит а вот его имя алоис зенефельд да зенефельдер поэтому называется зенефельдер класс установка вот так конечно алоис зенефельдер каменная печать печать камнем на камне наверное или с помощью камня ну что дорогие друзья вот и закончилась моя часовая пробежка как чуть-чуть дольше за счет того что я останавливался и записывал что-то для вас тестировал длинный тест закончен 4К 25 кадров низкий уровень света средняя sharpness стабилизация 3-4 никакого горизонта ISO от 100 до 800 стоит и что там еще автоматический затвор и ну там по-моему все как сюда как сюда вот я что это дорого